Несмотря на то, что официальным пляжем является городской пляж города Якутска, многие из нас отправляются спасаться от жары на дикие пляжные места. Что, конечно, влечет за собой опасность, о которой человек порой даже и не подозревает. О том, как правильно себя вести у воды, в воде и на другие актуальные вопросы, нам сегодня ответит наш гость. Рада представить вам Виталия Осипова, государственного инспектора по маломерным судам Якутского отделения номер 2, ФКУ, Центр ГИМС МЧС. Доброе утро, Виталий. Но какие на сегодня запретные пляжи существуют, самые опасные такие? Сейчас у нас по республике Сахаев-Якутия проводится месячник по безопасности на водных объектах. Также последняя неделя каждого месяца проводится акция «Вода безопасная территория». В ходе этой акции мы выявляем несанкционированные места для купания. Также проводим совместные рейды взаимодействующими структурами. Это транспортная полиция, ПДН по делам несовершеннолетних, административная комиссия города Якутска. Несанкционированные места для купания – это у нас район Петуховки, пригород. Самый опасный, да, пожалуй, сегодня? Район Петуховки, пригород. Там люди выходят массово на водный объект, заплывая далеко. Сильное течение, течение подхватывает. Они начинают бороться против течения. И у них заканчиваются силы, они теряют все силы, начинается паника, сбивается дыхание. И чтобы этого всего избежать, надо в первую очередь не бороться с течением, лечь в дрейф, сохранять спокойствие, сохранять как можно больше сил и потихонечку подгребать береговой линии. Береговой линии подгребаем. Если есть кто-то вдоль береговой линии, оживленная местность, запросите помощи. Нашими сотрудниками за один день в этом районе была оказана помощь около 40 человек. Около 40 человек доставили с воды до берега. Буквально вот достаем, и следующий заходит, и опять с косы их подхватывает и вот таскивает течение. Следующее нестанционированное место для купания, это у нас район Деркалаха. Там заход в канал, якутский речной порт, проходит судовой ход. Интенсивное движение судов. Люди купаются буквально несколько метров от судов. Очень узкое место. Тоже проводим профилактические беседы совместно. Особое внимание обращаем на детей, чтобы дети всегда были под присмотром взрослых. Также нестанционированное место, это у нас паромная переправа, чуть выше паромной переправы. 203 микрорайон. Городская протока. Остров Хатестах. Тоже массово люди собираются в жару, массово люди собираются на этих наводных объектах. В первую очередь, наверное, нужно взрослым, взрослый человек даже не знает порой себя, как вести. Как же углядеть за ребенком? В первую очередь, всегда смотреть за ним. Вы находитесь на водном объекте. Вода – это зона повышенной опасности. Если вы вышли с детьми на водный объект, всегда смотрим за детьми. Ни в коем случае не отводим от него глаз. Мы, когда даже патрулируем, смотрим, где-то дети, подходим, подходим на судне, подходим, ну, если пешком подходим, всегда проводим профилактические беседы, чтобы за детьми смотрели. Особое внимание за детьми. То есть не утыкаться в телефоны? Да, конечно, некоторые, вот, кто-то распивает алкогольные напитки, да, кто-то жарит шашлыки, а там обрывистый берег, дети рядышком бегают, и все. Это просто мгновенно происходит. Ну, если человек вдруг, не дай бог, стал свидетелем, да, как тонет другой человек, побежал его спасать, какую первую помощь необходимо оказать? Ну, тут тоже надо рассчитывать на себя, сможете вы его достать или оказать ему помощь, смотреть, какое расстояние, где его тащат, где, ну, оказать помощь. Если есть рядом судно какое-то, подплыть к нему, достать его, да, позвонить в службу спасения. Если вы видите, то, что человек оттащит, позвонить в службу спасения. Там уже мы отреагируем и окажем помощь. Ну, самое главное, вот вы сказали, сохранять спокойствие, да, если вдруг попали в опасность, что делать, если нет рядом поблизости берегов каких-то, вот человек отчаянно начинает, ну, как-то замыкаться, что ли. Что делать вот в таких, если слишком далеко, глубоко заплыл? Ну, что мы делаем? Мы сохраняем также спокойствие, не паникуем. Плыть по течению. Да, не надо паниковать, сохраняйте спокойствие, вы сделаете, вы сможете, вы пройдете. Все, сохраняем спокойствие и как можно сохраняем больше сил. И, ну, все равно как-то подгребаем потихонечку берегу. Легли на спину, меняем руки, ноги потихонечку, как можно больше сил. Виталий, ну, давайте еще раз напоследок обратимся к нашим телезрителям. Вот сейчас очень жаркие дни стоят, да? Все отправляются на пляжи отдыхать, купаться. Вот самое главное. У нас действует санкционированный, открытый, действующий пляж, 202-й микрорайон. Там дежурят спасатели, там есть спасательные вышки, за вами смотрят. Есть спасательный инвентарь, взяты пробы воды, пробы песка, сделана очистка грунта, дна. За вами там смотрят, и там все с вами будет хорошо, все будет, все нормально. А если это дикий пляж, то этого всего не будет. И вы будете подвергать свою жизнь опасности. Все, отправляемся все на 202-й микрорайон, на городской пляж. Спасибо, Виталий, что пришли к нам этим утром. Будьте осторожны, дорогие телезрители.